Дорогие друзья, я очень рада в этот замечательный вечер видеть сегодня здесь родных, друзей и знакомых Ислама Буганевича, а также всех тех, кто пришел в этот день отдать дань почтения его светлой памяти. Надеюсь, сегодня будет прежде всего торжественный, может быть, немного и печальный, но вместе с тем праздничный вечер, на котором прозвучат теплые слова, воспоминания близких о нашем первом президенте, а также нравившиеся ему песни и танцы. Мне хотелось бы сегодня вспомнить о нем через эту книгу, которую мы презентуем. Ислам Каримов – основатель независимого Узбекистана. Мне хочется сказать несколько слов о том, как начиналась работа над ней. В мой адрес и в адрес фонда Ислама Каримова, а затем и в мемориальный комплекс, носящий его имя, поступали письма с теплыми словами памяти о нашем первом президенте. Тогда и появилась идея собрать и систематизировать их в одну книгу. Воспоминаний и писем становилось все больше и больше. А когда же стало известно о работе над этой книгой, то желающих написать настолько было много, что письма буквально повсыпались к нам. К сожалению, мы не смогли включить все воспоминания, так как объем книги не позволял этого. Надеюсь, что эта книга будет иметь продолжение. Нам хотелось бы через воспоминания, через фотографии передать жизненный путь Ислама Абдуганевича как человека, как президента, как основателя независимого государства Узбекистана. Название сегодняшнего вечера «Сгораю сам, святи другим» выбрано не случайно. Еще в школьные годы одним из любимейших героев юного ислама был Данко. Это молодой человек, который пожертвовал собой, достав из груди свое горящее сердце и спас свой народ, осветив ему путь. Этот пример мужества стал кредо всей жизни Ислама Каримова. И в дальнейшем вся его жизнь была посвящена служению своему народу. Ислам Абдуганевич возглавил Узбекистан в непростой период, очень сложной и политической, экономической обстановке. Наш первый президент взял на себя всю полноту ответственности за судьбу своего народа и страны в целом. Имея несгибаемую волю, мужество, дар предвидения, прагматизм, бесконечную преданность своему народу и своей родине, Ислам Абдуганевич построил фундамент независимого Узбекистана и поднял республику на уровень страны, получившей признание во всем мире. Наш первый президент, отец-основатель независимого Узбекистана, сумел, самое главное, возродить гордость нашего народа за свою родину. Он всегда видел Узбекистан как государство с великим будущим. Многогранная деятельность нашего первого президента еще подлежит ядомоизучению. И только время даст возможность создать масштаб его исторической личности и его вклад в создание суверенного государства. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамонычу Мерзиёеву за его масштабную работу по увековечению светлой памяти Ислама Абдуганича, за организацию и проведение мероприятий по празднованию 80-летия со дня рождения нашего первого президента. В эти дни, как мы все знаем, во всех областях, городах, махалях, ну, во всех уголках нашей страны широко отмечается эта юбилейная дата. Искренне благодарю всех, кто направил свои письма и введет свой вклад в создание книги, а также тех, кто чтит и кому дорога светлая память о нашем первом президенте. Надеюсь, что эта книга займет особое место в сердцах читателей. И что самое главное, я надеюсь на то, что эта книга явится для будущих поколений Узбекистана примером самоотверженной и беззаветной любви к нашей Родине. Желаю всем добра, счастья, благополучия, крепкого здоровья, а нашему государству, нашей стране, мира и процветания. Катар Ахмад, формат Лидос Лар. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, прежде всего, хотелось бы поблагодарить за столь теплое, искреннее выступление, слова добрые, сказанные Бадриславом Дуганече. И позвольте мне вручить от имени нашего фонда всем выступающим памятную медаль, которую изготовил наш фонд имени Ислама Каримова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok